Сделали все ту-туу! Молодцы! Новогодний поезд Деда Мороза в Риволгик район Бахчеванжим. Он сделал несколько остановок в сказочных станциях. Новогодняя танцевальная, веселая, сказочная станция желаний. Конечно же, каждый из этих пассажиров сегодня получит подарок от Деда Мороза и Снегурочки. Встречали Деда Мороза, главного символа наступившего 2020 года на спортивной базе «Юность». Дети, они же пассажиры сказочного поезда. Время в пути провели весело в одной большой и шумной компании. В пути новогодний поезд сделал дюжину остановок. И на каждый ребят ждали конкурсы, танцы, загадки и творческие задания. Остановка внимательная! Быстрее справимся! В этом году Дедушка Мороз объездил все территории городского округа Щелково со своим поездом. Вместе с детьми мы сделали огромное волшебное путешествие. Побывали на разных станциях, где дети выполняли задания. И, конечно же, для родителей, для детей это огромный праздник. Это всегда сказка, это всегда весело. Не обошлось и без волшебства. На одной из остановок ребят попросили загадать желание. В один миг дети умолкли. Каждый попытался вспомнить, о чем хотел спросить Деда Мороза. Интересно, что же загадывают наши ребята? Было весело? Да. Ну что ты делала? Танцевала. Веселый Дед Мороз, хорошо, да. Ждали время, ждали, да, 4 число, чтобы прийти сюда с внуками. Поздравляю с Новым годом! Здоровья, счастья всем! Тем, кто доехал до конечной остановки, Волшебник Мороз подарил сладкий новогодний гостиниц. Так, с ванильным и мятным вкусом в городском округе проходит череда новогодних программ, а у нас во дворе. Дети здесь веселые, дружные, как и во всех микрорайонах, которых я побывал с декабря месяца, на своем волшебном новогоднем поезде. Более тысячи детей прокатилось на моем волшебном поезде. Дорогие мои, поздравляю вас с наступившим 2020 годом и наступающим Рождеством Христова! Не успела малышня скушать гостинцы Мороза, как начались веселые старты. Дети из разных домов микрорайона стали большой командой в игре, в которой сегодня нет проигравших. Отдвигайте. Далее прямо. Артем, интересно тебе на эстафете? Ну, нормально, да. Скажи, что надо было делать? Бежать, не уроняя мячика. У тебя не падал мячик? Нет. Необычно смотрелась и новогодняя игра на припорошенном снегом и искусственном поле спортивной базы «Юность» в день приезда Мороза. Здесь разыграли традиционно открытый кубок по мини-футболу. Давай, давай, еще! Стоп! Мальчишки местной секции «Юность» обыграли сверстников из «Бахчи» 3-1 и «Снежинки» 2-1. Кубком за первое место и все награждаются памятными медалями. Хорошо сыграли, четыре гола забили. Вот мои друзья забили по два гола и все голевые я дал. Отличное поле, на нем можно хоть побегать, оно не заледеневое. Футболисты команды «Бахча» довольствовались тем, что заняли лишь второе место. Не обидно за второе место? Не очень. Старались? Ну, старались, старались, не получилось. Чуть-чуть. Где-то не доиграли. Кубок всегда важен, ну, трофей, как-никак. Там, где кубок в Новый год, там и сладкие подарки от Мороза и Снегурочки. И радость от победы стала вдвое слаще. Я рад, что они оторвались от компьютеров, вышли из теплых кроватей, покинули свои квартиры такие тепленькие, хорошенькие и вышли на свежий воздух поиграть. Дед Мороз и Снегурочка принесут красивые призы, кубки, медали. Они к этому готовятся, тренируются. Поэтому хорошо, есть стремление к чему-то. Михаил Налетов, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.